Первые прогнозы, чем происходящее может обернуться для Евросоюза и для самой Великобритании, уже пытаются делать аналитики. Мнения здесь различные, но в одном сходятся все. ЕС существенно потеряет в весе. Кроме того, выход Британии может запустить аналогичные процессы и в других странах, а недовольных Брюсселем, особенно на фоне миграционного кризиса, достаточно много. Пугают эксперты экономическими трудностями, как в самом ЕС, так и в Британии. По мнению аналитиков, рост ВВП Соединенного Королевства к 2020 году может снизиться до 0,2%, а безработица вплотную приблизится к 9%. Будут и другие последствия. Но если все-таки выход, то, вероятно, на рынках возникнет некоторая суматоха, и предполагаю, Банку Англии придется осуществить серьезные интервенции, чтобы ситуацию успокоить. Ну и, конечно, повеснет огромная политическая неопределенность. И с точки зрения инвесторов, любая неопределенность – это плохая новость, плохая для принятия любых решений. Словом, мы на пороге трудных времен. На фоне данных по итогам голосования, как уже говорилось, обвалилась британская валюта. Фунт стерлингов опустился до 30-летнего минимума, евро дешевеет по отношению к доллару. Цены на нефть, да и на все остальные виды сырьевых товаров также идут вниз. Углеводорода потеряли около 6%. Инвесторы сейчас выбирают стратегию защиты и покупают золото, которое заметно подорожало. На фондовых рынках Азии, торги, на которых открылись несколько часов назад, все в красном цвете. Падение основных индексов до 8%.